Биология 9 класс. Тема урока – пищеварение в желудке и кишечнике. Регуляция пищеварения. Желудок – это самая широкая часть пищеварительной трубки. Емкость желудка составляет до 2 литров. Его слизистая оболочка собрана в складки, в которой открываются выводные протоки пищеварительных желез. В желудке пища накапливается и на некоторое время задерживается. В результате сокращений мышечных стенок желудка пища смешивается с желудочным соком. Желудочный сок – это прозрачная жидкость. В его состав входят пищеварительные ферменты. Пищеварительный фермент пепсин расщепляет сложные молекулы белка. Липаза расщепляет жиры молока до более простых веществ. 0,5% раствор соляной кислоты. Соляная кислота уничтожает болезнетворные микроорганизмы и активизирует ферменты. Кроме этого, в состав желудочного сока входит слизь. Слизь препятствует перевариванию стенок желудка его собственными ферментами. Благодаря сокращениям мышечной оболочки желудка пищевая кашица не только перемешивается, но и отдельными порциями поступает в тонкую кишку. Пищеварение в тонкой кишке. Тонкая кишка располагается в брюшной полости. Начальным отделом тонкой кишки является двенадцатиперстная кишка. Двенадцатиперстная кишка получила такое название из-за своей длины, равной двенадцати сложенным вместе пальцем. По специальным протокам в двенадцатиперстную кишку поступают продукты жизнедеятельности поджелудочной железы и печени. В двенадцатиперстную кишку открываются протоки печени и поджелудочной железы. Печень является самой крупной пищеварительной железой. На нижней поверхности печени располагается желчный пузырь, обеспечивающий концентрирование желчи. При поступлении в двенадцатиперстную кишку желчь активизирует ферменты, эмульгирует жиры, что облегчает их переваривание и всасывание. Кроме этого, создавая щелочную реакцию, желчь усиливает двигательную активность двенадцатиперстной кишки. Поджелудочная железа находится позади желудка, в изгибе двенадцатиперстной кишки. Сок поджелудочной железы содержит уже известные вам ферменты амилазу или пазу, а также фермент трепсин, который способствует расщеплению белков. Известно, что активным трепсин становится только в двенадцатиперстной кишке. Активное участие в пищеварении принимают не только поджелудочная железа и печень, но и пищеварительные железы, собственно, тонкой кишки. Кишечный сок состоит из жидкой части и комочков слизи с клетками кишечного эпителия. Клетки кишечного эпителия разрушаются и освобождают заключенные в них ферменты, которые завершают расщепление питательных веществ. ВСАСЫВАНИЕ Образовавшиеся в результате действия пищеварительных ферментов продукты расщепления белков, жиров, углеводов транспортируются в кровь и лимфу. Процесс переноса компонента пищи из полости пищеварительного тракта во внутреннюю среду организма получил название ВСАСЫВАНИЕ Всасывание осуществляется на протяжении всего пищеварительного тракта, но интенсивность этого процесса в различных отделах не одинакова. В ротовой полости всасывание незначительно вследствие кратковременного пребывания здесь в пище. В желудке всасывается глюкоза, частично вода, минеральные соли. В тонкой кишке всасываются белки, углеводы и жиры. Поскольку всасывание продуктов расщепления происходит в основном в тонкой кишке, ее слизистая оболочка по своему строению максимально приспособлена для этого. На слизистой оболочке кишечника располагаются специальные органы всасывания ворсинки. Каждая ворсинка представляет пальцеобразный вырост, покрытый однослойным эпителием. Внутри ворсинки находится кровеносная сеть и лимфатический капилляр. Продукты расщепления белков и углеводов всасываются в кровь, а продукты расщепления жиров – в лимфу. Особое значение для эффективного всасывания имеет большая площадь поверхности кишечника и постоянно высокий кровоток его слизистой оболочки. Оттекающая от желудка и кишечника кровь в поворотной вене направляется в печень, которая обезвреживает попавшие в нее ядовитые вещества. Толстая кишка начинается слепой кишкой и заканчивается прямой кишкой с анальным отверстием. Пищеварение в толстой кишке Толстая кишка является конечным отделом пищеварительной системы. Ее длина колеблется от 1,5 до 2 метров, а диаметр составляет около 6 см. Имеет характерное вздутие, без ворсинок и почти лишена пищеварительных желез. В толстой кишке происходит всасывание воды, формирование из непереваренных остатков пищи кала. Обитающие в толстой кишке бактерии образуют органические кислоты, газы, витамины, токсические вещества, обеспечивают частичное расщепление целлюлозы. Прямая кишка с анальным отверстием служит для удаления непереваренных остатков пищи. От момента поступления продуктов питания в организм и до завершения процесса пищеварения проходит несколько часов. Все в это время пища претерпевает существенные изменения. Измельчается, смачивается, перемешивается, подвергается действию ферментов, всасывается. Согласование двигательной, секреторной и всасывательной функции пищеварительной системы достигается путем тесного взаимодействия нервных и гуморальных механизмов регуляции. Регуляция пищеварения была изучена русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Им был разработан оригинальный метод исследования желудочной секреции. Оперативным путем Павлов изолировал часть желудка собаки с сохранением его иннервации. В эту обособленную часть, обладающую полноценной функцией, пища не попадала. Через вживленную в нее фистулу можно было собирать чистый желудочный сок, исследовать его состав и свойства. Регуляция пищеварения в ротовой полости. В ротовой полости происходит распознавание вкуса и температуры пищи. От рецепторов возбуждение по чувствительным нервным волокнам передается в центр слюноотделения в продолговатом мозге. От центра слюноотделения сигнал направляется к слюным железам, где выделяется слюна. Так осуществляется безусловно-рефлекторная регуляция слюноотделения. Условно-рефлекторное слюноотделение возникает на хорошо знакомые продукты питания. Регуляция пищеварения в желудке. Секреция желудочного сока начинается еще до поступления пищи в желудок. Сок получил название запального или аппетитного. Этот сок подготавливает желудок к приему пищи. Также выделяются желчь и сок поджелудочной железы. Раздражение пищи рецепторов полости рта и желудка усиливает желудочную секрецию. Стимулирование секреторной деятельности желудочных желез осуществляется биологически активными веществами. Они выделяются клетками желудка под воздействием блуждающего нерва и продуктов расщеплений белков. Кислая пищевая кашица из желудка стимулирует двенадцатиперстную кишку к выделению кишечного сока. Выделяются гормоны, которые стимулируют продукцию сока поджелудочной железы и желчи. Давайте повторим. В желудке пища подвергается действию соляной кислоты. Соляная кислота уничтожает болезнетворные микроорганизмы и активизирует ферменты желудочного сока, запускающие расщепление белков. Наиболее интенсивно процессы пищеварения идут в тонкой кишке. Здесь присутствуют все ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов. Именно здесь наиболее интенсивно протекают процессы всасывания конечных продуктов. Толстая кишка заселена многочисленными бактериями. Они обеспечивают всасывание воды и формирование из непереваренных остатков пищи кала. Домашнее задание. Почитайте, пожалуйста, параграф 39. Пищеварение в желудке и кишечнике. Ответьте на вопросы в конце параграфа. Как вы думаете, можно ли заставлять детей есть под угрозой наказания? Подумайте, почему. Удачи вам в изучении биологии!